всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал встречаю вас в новом влоге у макара в комнате моего среднего сына и август наверное пора немножечко переходная и начала в прошлом видео потихоньку расхламлять детские и начала с одежды потому что скоро опять-таки смена сезонов нужно посмотреть у старших мальчишек школа начинается так что провести ревизию гардероба убрать все то что мало посмотреть чего не хватает к новому учебного году из чего дети выросли и в принципе не только к школе да просто так для носки тоже если чего-то нет то докупить как раз к сезону поэтому буду у него сейчас этим заниматься привлекла чтобы вместе это делать будем мерять тут же одежду но для начала поменяла постельное белье просто потому что пришло время и отнесу все в стирку застелю покрывалом в принципе большую уборку такую не провожу сегодня хочу в предстоящем будущем немножко поменять у макара в комнате и текстиль и добавить немножко уютных деталек может быть маленького декора знаю посмотрим но такие мысли есть потому что мне комната его кажется немножко такой безликой очень сложно было с поддержанием порядка у него но вроде бы сейчас становится с возрастом все лучше и лучше так что хочется добавить каких-то красок каких-то деталей не знаю надеюсь что все проживется и это не будет создавать какой-то проблемы и источника нового бардака ну а пока я опустошила шкаф достала все на кровать на комод и всю одежду из контейнеров органайзеров достанем я здесь принесла термопринтер хочу все органайзеры макару подписать вот обсуждали с ним как лучше сделать ему наклейки и буквами написали и картинками где можно было я тоже подобрала подходящие в общем мы обсуждали как раз чтобы было ребенку именно и наглядно и понятно недавно у меня появился термопринтер очень классный балуюсь наверное сейчас все хочется везде подписать но штука действительно очень удобная переживала как наклейки будут держаться на органайзерах они все-таки тканевые хоть и с какой-то пропиткой такой водоотталкивающий но все хорошо держится очень плотно вообще все надежно получилось а насчет вот такого расхламления проведения вот таких ревизий я небольшой сторонник братья и просто за раз все делать там и одежду и игрушки и констовары какие-то там наборы для творчества я люблю делать по чуть-чуть и маленькими шажками и так получается что сильно не устаешь тебе это не надоедает чем например целый день или несколько дней подряд даже заниматься там расхламлением но результат потихоньку есть и он конечно накапливается так что в этот раз займусь только шкафом и комодом у макаром тут у него хранится и постельное бельем я вообще в последнее время все постельное мальчишек разнесла по их комнатам это очень удобно раньше у меня хранилось все в одном месте в гардеробной и нужно было как-то каждый раз когда я иду менять постельное например или я реку сам это делает то идти в гардеробную во время уборки в какой-то определенной комнате брать постельное возвращаться а так получается что чистая постельная разношу по комнатам и вместе с чистой одеждой и там она у них и хранится в общем очень удобно мне так нравится и в предыдущем видео спрашивали про шкаф у совуши в комнате и у макара вот сейчас смотрю принцип шкафа тот же самый вообще это мебели вот такая у нас не нова так скажем ни один переезд с нами пережила еще с первой квартиры это самые обычные шкафы очень бюджетный из икеи покупали вот как раз первую квартиру знаете как временный какой-то вариант но нет ничего более постоянного да чем что-то временное но в принципе неплохо они с нами переезды пережили и сохранились за это время и когда дети начали ими пользоваться мне было понятно что стандартная комплектация в виде одной полки и одной штанги причем достаточно высокой для детей не очень удобно и это хранение не функционально поэтому мы сами шкафы дорабатывали делали дополнительные полки я просчитывала под определенные органайзеры как раз сразу же под нужные размеры заказывали просто на распил необходимых размеров вот эти вот ячейки и муж потом сам собирал и дорабатывал очень удобно конечно так вертикальное хранение в органайзерах в принципе все наглядно и все понятно но сейчас макарке все подпишем вообще будет красота очень много конечно из чего он вырос нас собирали два пакета тут и одежда и обувь тоже есть отдаем племяннику после макара они уже потом вместе с какой-то своей одеждой передают еще нам обратно для совуши так что такой у нас кругооборот вещей получается на самом деле это очень удобно еще подруга у меня отдает вещи после сыночка как раз для совы и я поняла что вот на это лето совушки практически ничего не покупала конечно что-то такое куда-то выйти да иногда приобретаю а так даже если не очень в хорошем состоянии то всегда можно оставить для того чтобы во дворе гулять мальчишки там убьют эти вещи до конца так что ничем не брезгуем носим с удовольствием и пока мальчишки не вошли вот в тот период что сами будут выбирать себе и какие-то требования к одежде предъявлять да я не вижу в этом ничего плохого а я продолжаю с вами делиться своими находками для деревни что-то старейшка какой-то покупая на авито или нахожу вот по домам дачам родственников и друзей и в общем ну тест на возраст вот такая лампа я думаю очень многим знакома мне кажется она такая классная вообще и вот долгие годы она стояла на даче моих родителей и стояла она вот в таком виде потому что плафон сломали и ну как-то без надобности было замену искать в общем стояла она и стояла а так все у нее работает колесиком регулируется здесь свет в общем когда у меня тут вся эта эпопея началась я маме говорю давай я заберу ну конечно родители были не против и нашла я на авито плафон очень много продает не скажу что прям полтора рубля стоит вот но в общем очень мне хотелось ее все-таки вот в целом виде лицезреть вот такой я ее и помню мне кажется классно она смотрится вот родители привезли дачи посмотрите по моему она даже вот современный интерьер вписывается очень смотрится так интересно свою изюминку какой-то выносит не знаю ну ладно наверное все таки все равно заберу так что вот такая вот классно у меня тут лампа целая получилась и сейчас еще покажу одну находку это уже улов у меня совита вот такая вот симпатичная симпатичный светильник подвесной крепится вот этим местом к стене это металл керамика очень интересный узор и стоила стоил светильник недорого девушка его продавала потому что плафона родного у нее не сохранилось и тут был какой-то абажур из икеи такой тканевый уже пошарпанный она вместе с ним конечно его и отправила но я его уже утилизировала вот и начала искать плафон подходящего размера в принципе это все не сложно по посадочному месту вот так вот нужно тут померять и я прям в поиске сбила плафон размер и вот такая вот у меня получилась красота вот то есть нашла отдельно к светильнику еще и плафон вот такой вот подвесной по моему очень уютный такой оригинальный так что где-то даже они перекликаются между собой в общем вот такие вот у меня тут находки для деревни а сейчас приготовлю быстрый но очень любимый в нашей семье обед буду готовить суп и пюре у меня здесь стандартные овощи картофель и лук морковь и изобилие сейчас кабачков я думаю как и у многих половинку взяла тоже отправлю вместе с остальными овощами очень любимые супы и пюре дети едят всегда с удовольствием любимые тыквенные большую часть тыквы потом добавляю а сегодня буду готовить грибной то есть к имеющимся овощам добавлю еще измельченные сухие грибы очень вкусно получается в общем сначала в кастрюлю отправляю все порезанное достаточно крупное режу и большой кусочек сливочного масла все овощи там обжариваются потом наливаю немножко воды много не добавляю овощи будут тушиться вариться оставляю на средней мощности под крышкой пока овощи готовятся я сделаю сухарики всегда суп пюре подаю с сухариками это действительно очень вкусно обычно делаю из батона дети такие лучше едят но себе люблю и из черного из же из ржаного хлеба тоже делать вкусно получается иногда готовлю на сковороде в принципе все то же самое но сегодня решила сделать в духовке мелко режу батон на небольшие кусочки чуть-чуть подсолю чеснок сухой я добавляю и обязательно копченую паприку сухарики всегда делаю с копченой паприкой она как раз придает тот вкус и аромат потом очень вкусно получается с любым супом пюре немножко масла и отправляю в духовку время от времени просто буду подходить и перемешивать сухарики а когда овощи у меня уже сварились я добавляю такие любимые специи у меня это соль и чеснок выливаю упаковку сливок 0 5 литра сливки холодные поэтому нужно чтобы все еще раз как следует прокипела и буду измельчать погружным и блендером ну и во время измельчения я вспомнила что как раз таки грибы сухие измельченные я не положила заказываю на маркетплейсах второй раз вот такую упаковку беру там всего 100 грамм но мне очень нравится они обалденно ароматные это белые грибы потом запах стоял на всю кухню очень вкусно получается и вот двух ложек с горкой на такую небольшую кастрюльку вполне достаточно грибы измельченные удобно добавлять порошок такой и при тушении например мясо в подливы в какие-то но вот чаще всего я как раз именно грибной суп-пюре варю с ними подаю с сухариками с смесью семян и еще сверху присыпаю чесночным перцем очень любим эту приправу и вот такой вот обалденный красивый и очень ароматный обед у нас получился ну что мы приступаем еще одному очень интересному мне кажется супер глобальному проекту это точно не на один день я уже когда видео говорила что покупали мы горку серван вот это лишь нижняя часть в общем тут делов конечно очень много наверное это будет первый такой достаточно масштабный проект по переделке вот и пока только нижнюю часть достали будем смотреть пробовать и очень хорошим она состоянии и вверх и низ вот покупали на авито в соседнем городе но хочется что-то конечно из этого все-таки сделать симпатичное пока отрываем скотча везли в машине там багажнике разборную тоже ну вот верх от низа от делается открепляется что будем сначала смывкой пробовать братья тут вот такой прям слой приличный ну а дальше уже чистить шкурить шлифовать и так далее брали скотч она не ровно не пойму или это у нас начатка не ровно скорее всего горка выдвижные тут ящики две штуки а вот кстати это потерянная штука 1 пиката которую не могли тогда найти под даже братья ну и тут вот этот сразу же нормально кстати снимаем ну что действительно начинаем ну хотя нет вот эти-то вот не совсем ну что действительно начинаем знаете не побоюсь этого слова это наш первый крупный реставрационный проект потому что все что было до этого это все ну прямо детский сад честно я вам скажу и я понимала когда мы покупали эту горку ну я смотрела во первых хотелось я понимала что мне хочется что-то подобное сделать и поставить потом в деревню но я понимала что масштаб это уже такой совсем другой это не тумба не этажерку покрасить не тумбочку немножко подреставрировать вот тут очень много разных деталей и горка у нас прям выстоялось так скажем летом вот несколько месяцев я не помню то ли в конце весны мы покупали то ли в начале лета мы ее куда привезли поставили в гараж и я прям какое-то время боялась к ней подойти потому что уже детально рассмотрела понимала что там много вот этих вот уголков балясина грызных всякие ручки все такое что дел здесь действительно очень много да это мы выходной занимались погода была хорошая ярик тут поливал цветы а совуша сам себя но потом погода испортится начнется сильный дождь и мы переберемся в гараж но дождь будет переменный так что потом снова вернемся на улочку короче я думала что обойдемся знаете меньшими такими усилиями думала тут чуть-чуть пошкурим там уж как получится где-то что-то подреставрирован там подмажем но вот если бы не муж наверное я бы так тяп-ляп побыстрее бы и сделала он конечно большой молодец и нужно говорит все это снять все вот эти детали не переживай обратно все приделаем так будет проще везде подобраться но он абсолютно прав конечно это процесс усложняет времени на это тратится больше но действительно делать так гораздо правильнее так что все снимаем отвинчиваем вытаскиваем все петли ручки он все будет откреплять на петли и ручки кстати очень много у него времени уйдет видно уже начали ржаветь и и прям туда знаете одним полотном и вместе с петлей не так просто это все было но в итоге когда по максимуму освободили нижнюю часть уже вырисовался прям но такой ящик аля комод в основном уже прямые ровные поверхности и их конечно обрабатывать шлифмашинкой было гораздо проще и и и и и и и и и в общем я думаю понятно было что муж тут самую разную технику пробовала как удобнее что лучше снимает плюс вот эти сменные шкурки очень сильно забивались потому что она основном а как бы полотне мы смывку не использовали и там то ли лак толстый такой был конечно это все очень забивается но в принципе нормально только меня у шкурки и нам оставалось только по всяким резным и таким утонченным деталям пройтись тут конечно без смывки никуда такая у нас розовая показывала вам уже как-то но она у нас заканчивалась так что немного в первый день получится обработать но конечно опытным путем всяко разно пробовали не очень удобно вот где там и отверткой тыркали потом взяли жесткую насадку на дрель как щетка и ею пытались ну короче опытным путем и так и сяк в первый вечер и что смогли то и сделали смывку приходилось использовать не по одному разум то есть что большое счищалась и мелочь оставалась сразу видно было что там еще слой плюс труднодоступные места в которые просто так не подлезешь короче наносили по второму разу чтобы все как следует размягчалась и уже какими-то вот четками еще более такими мягкими до пронизывающими туда пытались всю мелочевку достать ну вот здесь еще более-менее здесь просто несколько таких углублений а вот на резных балясинах там дело конечно обстояло по-другому первая мысль была вообще их заменить может быть какой-то новый декор туда купить но я поползала посмотрела никаких декоративных элементов интересных не нашла чтобы у них было вот плоско основание можно было просто приклеить все какие-то либо объемные но то есть вот не такие не длинные нам по размеру не подходящие абсолютно так снимаем петли ручки весь испыхтелся непростой процесс да вот они все заржавели и изначально думали что ручки классные наверно надо отмыть посмотреть но вот уже посмотрели так вот прям ржавая где-то вот я тут нашла вот вот так прям просвечивает дырка так что все таки наверно надо снимать все отверстия там зашпаклевывать и новые какие-то ручки искать мы сейчас выбор в принципе неплохой все фурнитуры поэтому что найдем и первый заход у нас к горке на этом закончился вернемся через пару дней вечерком давайте сейчас поделюсь своим небольшим заказом сайта любимый василек в описании будут ссылки на сам магазин и на соцсети для себя заказала вот такой комплект костюм ну я для дома брала очень мне кажется такая осенняя расцветка вот здесь сейчас выглядит немножко бледнее в жизни он поярче рубашка на пуговках и хорошая длина рукава мне понравилось брючки без карманов прямые просто на резинке это полиэстер вискоза ну приятно очень такая струящаяся ткань мне кажется осенью будет очень хорошо смотреться ну и комфортно носиться в деревню заказала одно одеяло это полуторка для мальчишек для кого-то обязательно закажу наверное второе такое же я брала уже такое на подарок и кто-то из мальчишек у меня под петель спит очень мне нравится но есть разные по плотности но что мне нравится это детское считается одеяло но вот стандартная полуторка она полностью хб вот эта ткань ничего не электризуется никуда не липнет к постельному заправлять и доставать его одно удовольствие конечно еще хотела заказать полотенца вафельную деревню у меня уже есть именно полотенца от любимого василька вафельные отлично себя показывают места много не занимают хорошо впитывают мальчишки берут вот куда-то на тренировки там сейчас в деревню ездим купаться всегда с собой и я беру плотность побольше 240 грамм на метр квадратный я выбирала однотонные и потемнее чтоб не марки сильно были и нашла не полотенцами а тканью на отрез так получается выгоднее в общем взяла по 3 метра коричневой и серой проблем тут быть не должно разрежу и подогну край не будут у меня прекрасные полотенца и еще заказала двухспальный комплект постельного белья называется французский шик 1 а то часто спрашивают потом найти не могут расцветки быстро меняются так что кому понравится заглядывайте цена очень приятно это ткань перкаль перкаль мне нравится по соотношению как раз цены и качества рисунок не выцветает долго остается ярким и такая она в принципе вот не грубая в общем мне нравится вот такой вот растительный принт мне кажется немножко уже с осенней такой ноткой ну очень почему-то меня зацепил так что заказала вот такой вот все ссылки будут в описании если кто-то что-то не сможет самостоятельно найти на сайте пишите артикулы оставлю и в комментариях напишем так и продолжаем мы пару дней спустя потому что выходной у нас закончились силы и закончилась вот это вот закончился удалитель краски смывка и осталось в принципе мелочевка но самая такая проблематичная и долгоиграющие вот только одну вот эту резную балясину почистили потому что очень это было долго несколько слоев смывки во все вот эти штучки залезть достаточно проблематично это было и сейчас вот заказала как раз опять и смывку и вот разные щеточки вот такие я думаю как дело должно пойти быстрее вот так что нам вот это сейчас почистить у дверец да вот эти вот в уголках места так может внизу там еще раз ну хотя в принципе там более-менее почистили и вот у нас останутся еще ящики на снять ручки и тоже пройтись везде здесь в общем и снизом будем пока заканчивать а а так ну в общем что у нас получилось уже темнеет август берет свое в принципе все хорошо плохо уже видно все эти труднодоступные места прошлись несколькими слоями смывки здесь где ровненькие края шкурили шлифмашинкой пробежали фонарь уже включился да так ну и вот эти балясинки уже более-менее и ящички тоже вот такие получились следующий наверное я буду чистить и красить внутрянку вот потом уже будем приделывать все вот эти декоративные элементы находиться где там где будут стыки но и вот в таких вот местах тоже шпаклевкой а дальше уже грунтовать и красить ну и верхнюю часть тоже конечно предстоят такие же дела но там дверцы со стеклом и боковушки со стеклом и там всякие пики резные короче дел там еще до канделябры дел там еще много а мама кстати у меня забрала сейчас приходила ручки вот у нее есть какое-то средство для очистки металла так что не знаю посмотрим попробует скажет что у нее там получилось или нет так-то ручки красивые конечно если это получилось их оставить то было бы классно в общем продолжение следует вот пока конечно классно все но такой очень у нас масштабный проект вот ладно буду прощаться пойдем уже спать ложится до встречи и пока пока и и и